Слово Иисус подходит к человеку, который расслаблен, который болен уже на протяжении 38 лет, и задает ему, казалось бы, очевидный вопрос – хочешь ли ты исцелиться? Зачем Христос задавать столь очевидный вопрос, который мы читаем в шестом стихе – хочешь ли быть здоров? А в седьмом стихе этот больной мужчина пытается как бы более подробно ответить на этот вопрос и объяснить всю суть ситуации. Он говорит, не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Идея заключается в том, что именно первый человек, которого опускали в купальню, получал исцеление. Мне кажется, что Иисус под своим вопросом подразумевает следующее – ты когда-нибудь задумывался о том, что значит исцелиться? Задумывался ли ты когда-нибудь о том, что ты будешь делать, если исцелишься? В 14 стихе он об этом говорит. А может быть, тебя вообще не выздоравливать, потому что если ты выздоровеешь, то тебе будет грозить еще большая опасность? Как ты думаешь, выздоровление может прийти одним единственным способом? Ты правда считаешь, что если ты опустишься в купальню, то это принесет тебе исцеление? А что еще ты хочешь делать для того, чтобы исцелиться, кроме того, чтобы опуститься в купальню? После того, как Иисус Христос выслушивает это сбивчивое объяснение, почему человек хочет опуститься в купальню, объяснение, которое наполнено какими-то предрассудками и суевериями, он, в общем-то, ничего ему потом не отвечает. В 8 стихе Иисус говорит ему, встань, возьми постель твою и ходи. Сила явлена в провозглашенном слове, которое изрек сам Иисус Христос. Эта сила восстает не из веры того человека. Человек верует не в то, во что надо. Я не говорю сейчас о том, что вера не важна. Вера очень важна, но не в этом случае. В этом случае Иисус Христос как бы опускает этот компонент. Иисус изрекает те слова, которые исполнены силой, потому что, если бы они не были исполнены силой, это звучало бы как издевательство. Вот представьте себе, вы подходите к человеку, который не ходит к лежачему больному, и говорите, вставай. Это было бы жестоко. Или представьте себе человека, у которого иссохла рука. Иисус подходит к нему и говорит, простри свою руку, протяни ее. Он именно это и говорит человеку с иссохшей рукой. И если бы в этих словах не было исцеляющей силы Христовой, эти слова звучали бы крайне жестоко. Первое, которое мы имеем в главе 5, это третье сигнал. Исцеление человека, леймого человека в бутылке Бетхезда. Итак, пятая глава Евангелия от Иоанна начинается третьим чудом. Исцеление при купальне Бетхезда. Это первое, о чем мы читаем в пятом главе. Второе, о чем мы читаем в пятом главе, это начало спорового разногласия о субботе. Итак, человек, который лежит и не встает на протяжении 38 лет. Бог мог исцелить его сразу, буквально в первый же год. Или в девятый год. Или на двадцатый год его болезни. Но Бог через Сына Своего Иисуса Христа исцеляет его на тридцать девятый год болезни. И Иисус Христос мог бы исцелить его в любой другой день, кроме субботы. С воскресенья по пятницу, но Он делает это именно в субботу. И делает это весьма целенаправленно. Почему? Потому что Он Господин субботы. Потому что фарисеи неправы, им нужно это доказать. В девятом стихе мы читаем, было же это в день субботний. И это разозлило иудеев. В четырнадцатом стихе Иисус говорит, что есть лучшее, чем физические проблемы. Иисус предостерегает человека от греха и говорит, что есть нечто более страшное, чем физическое увечие или какие-то проблемы. В шестнадцатом стихе мы читаем, что иудеи искали убить Его за такие дела, и других подстрекали к этому. Потому что в субботу нельзя было этого делать. Четвертое из десяти заповедей гласит, что мы должны соблюдать субботу. И Иисус сам говорил о том, что пришел, чтобы исполнить закон, а не нарушить его. Иисус не исцелением прикупальнию Ефезда Иисус Христос нарушил не библейское установление о субботе, не библейскую заповедь о субботе, а раввинистический подход к толкованию этой заповеди. Иисус Христос как бы оскорблял не закон, а законников. А мы должны с вами понимать, кто такие законники. Законник — это не тот, кому небезразлично, кто печется о каждом слове, записанном в Священном Писании. В пятой главе Евангелия от Матфея Иисус Христос говорит, что не одна йота не придет из закона, покуда не выполнен будет весь закон. Законник — это не тот, кто более послушен, чем я. Если человек ко мне подходит и обличает меня в каком-то грехе, у меня может сложиться мнение, впечатление, а он законник. Но на самом деле мне нужно смиренно принимать это обличение и стараться быть более послушным, более покорным Господу. Законник — это не тот, кто стремится к святости больше, чем я. Святость — это прекрасно, а законничество — это ужасно. Тогда что же такое законничество и кто такие законники? И о законничестве и законниках, наверное, можно было бы сказать 30 пунктов, но я укажу только три основные. Законник — это тот, кто составляет, придумывает правила, не относящиеся к Библии, не основанные на Библии. Законник — это тот, кто любит придумывать правила, которые звучат по-библейски, но к Библии не имеют никакого отношения. А есть многие христиане, которые бы умерли голодной смертью в Эдемском саду. Потому что они стали бы рассматривать все растения вокруг дерева познания добра и зла и примерять их. Ага, это выглядит как плод древа познания добра и зла, а это там по форме напоминает, а это по цвету напоминает. А это слишком близко к этому древу расположено, поэтому есть ничего, в итоге нельзя, будем умирать. Вот это и есть законничество, потому что Бог сказал, от всякого дерева ешьте, от одного только не ешьте. То есть законник — это тот, кто придумывает правила, не основанные на Библии. Законник — это тот, кто от другого человека требует исполнения того требования, которое предъявлено непосредственно к нему. Я в жизни многого себе не позволяю, может быть, кто-то позволяет себе еще меньше, но... Я ограничиваю себя кое в чем, поскольку я пастор. Я несу пасторское служение в одной церкви. Я ограничиваю себя в чем-то другом, поскольку я миссионер. И меня поддерживают многочисленные церкви, многочисленные прихожане этих церквей. Я ограничиваю себя еще в чем-то, потому что я состою в браке, потому что я женат. Ограничиваю себя в чем-то, потому что я отец. Ну и кроме того, некоторые ограничения связаны просто с моими личными убеждениями, которым меня подвел Господь. Если я попытаюсь заставить другого человека, который не является пастором, не является миссионером, у которого нет семьи, который не является отцом, у которого нет внутренних убеждений от Господа, что он должен ограничивать себя в этом, тогда я становлюсь законником. Есть еще один, третий, очень важный, может быть, наиболее значимый способ определить законника. Суть законничества состоит в том, что человеку большее наслаждение доставляют разговоры о том, чем он пожертвовал ради Христа, чем разговоры о том, чем Христос пожертвовал ради него. Вот это суть законничества, самая его сердцевина. Это просто явный, наиболее очевидный признак законника. Законничество не поможет вам стать более святым, а только подтолкнет вас к большему лицемерию. Законничество не гарантирует вам спасения. И никого не привлечет к Спасителю. Мы не можем по своей духовности привязать и Бога. И давайте не будем делать это своим страстным желанием. Евреям очень нравилась заповедь о субботе. Они очень любили эту заповедь, потому что она была достаточно конкретной, потому что на ее основе можно было составить миллион всевозможных установлений о том, что значит работать, а что значит отдыхать. Наверное, сегодня протестанты скажут, что соблюдать субботний покой значит воздерживаться от всякого рода труда, если в этом нет крайней необходимости, если это не составляет какой-то Божий промысел. Так вот, в данном случае Иисус Христос в субботу как раз и был движим необходимостью и промыслом. А вот эти споры по поводу субботы ведут нас к другой теме. Он говорит, я совершаю труд в субботу, потому что Отец мой трудится в субботу, а я есть Сын Божий. Семнадцатый стих. Он говорит, не Бог трудится в субботу, а Отец мой, Иисус же говорил им, Отец мой до ныне делает, и я делаю. Если мы с вами заглянем в симфонию, то увидим, что в Ветхом Завете Бог несколько раз называется Отцом. Но я не уверен, что кто-то где-то когда-то прямо называет Его Отцом. Возможно, такие места в Священном Писании есть, но сейчас я их не припомню. Иисус всегда называет Бога Своим Отцом. Кроме одного случая, можете его припомнить? Мы будем об этом говорить, разбирая девятнадцатую главу, но сейчас даже сказать не могу, когда это будет. Продолжите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-семинарий.com Ищите нас в поисковых системах по запросу tv-семинарий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok